Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Гость сегодняшнего Разворота, лидер движения Get of Fight и тренер бойцовского клуба Сеф Арч, Манвел и Сен-Жанян. Да, всем привет. Здравствуйте, здравствуйте. Поговорим про вообще бойцовские виды. Начнем с Get of Fight. Сезон у вас, он завершался или он начинался? Ну, он у нас вообще не завершается, не начинается. Ведем отчет, да, как от сентября, как школьная. И что сейчас, получается, сейчас впереди? И сейчас у нас отбор на Get of, буквально через две недели будут отборочные бои для тех, кто хочет участвовать на зимнем Get of Fight. Ну, Get of Fight, как и вся культура, это Get of Games. Существует уже сколько, получается, 5? 11 сезон. А, 11 сезон. Это Get of Games, а Get of Fight это был 6. 6, с 14 года. Просто в двух словах напомнить людям, в чем специфика вообще. Это такая общественная история, ну, спортивная, Get of Games, Get of Fight в том числе. Ну, да, как и все виды спорта на Get of, это такая приближенная к улице. Да, и как сам панкратион, стиль, в котором проводятся бои, он такой самый разносторонний, можно сказать, самый жесткий. Но при этом, конечно же, у ребят, у любителей защита, шлема, щитки, там, все понятно. По правилам минимум правил. Но, скажем, по безопасности, как я всегда говорю, что чем меньше правил, тем меньше травм. То есть, они готовы, они готовы к разным ситуациям, к которым, может, спортсмены из других стилей будут не готовы. Да, поэтому травм минимум. Я, честно говоря, так не помню, чтобы на Get of Fight кого-то сильно травмировали. Да, поэтому, ну, он приближен к улице и ко всей этой уличной культуре, со всеми уличными ценностями. Но отличие от турниров, которые проводятся, вот, федерациями, например, или, там, клубами теми же? Ну, наши турниры тоже проводятся с поддержкой федерации, ну, Латвийской федерации панкратиона. Да, то есть, это судейские бригады, это правила, которые в целом в панкратионе. А если говорить о больших турнирах, как чемпионаты, то чемпионаты, они более такие спортивные. То есть, там, соревнования, там, несколько боев, кто там чемпион, не чемпион. Академические такие более, да? Да, это вот спорт в чистом виде, да. А здесь больше такое шоу. Поэтому и молодежи больше это нравится, конечно, как говорится, хайпануть надо. И фото, видео, вся эта музыка, атмосфера. Но при этом они соревнуются тоже. Конечно. И награды, и призы, и все. Конечно, и пояса чемпионские разыгрываются. Но, получается, если это проходит по споддержке федерации, то и пояса, они как бы защитываются. Конечно, конечно. У нас, в отличие от многих, да, у нас, в отличие от многих организаций, нету своих, да, там, нету чемпион гетто-файта. У нас все солиднее, мы работаем напрямую с федерацией. И если на гетто кто-то выиграл пояс, то это реальный пояс чемпиона, там, Балтии, например. Да, то есть, все четко. Мы там не придумываем эти пояса. Ну, и вот 27 октября у вас будет очередной отборочный турнир. Мы сейчас в год будем их 3-4 проводить, потому что очень много желающих выступать на гетто-файт, а, соответственно, у нас ограниченные места. Ну, мы можем, конечно, с утра до вечера делать, если так сказать, примерно около 300 заявок приходит. Если сделать всем бои, то мы будем неделю драться. А у вас день, да, обычно? Ну, да. Ну, не день, там, вечер. Да, чтобы зрителям тоже не было тяжело. И поэтому мы выбираем, очень сложно выбрать, какие пары лучше и так далее. И много желающих остается за бортом. Поэтому делаем честные отборы. То есть, приходи, покажи себя. И там неважно, выиграл ты этот отбор или проиграл. Там будет жюри. Мы уже несколько раз делали. Есть судьи, которые судят бой, а есть жюри, которые выбирают 10 бойцов, которые точно получают билет на гетто, мы называем. Они получают такой кубок, все, вот этот билет на гетто. То есть, на большом гетто-файте тебе будут искать соперника, и ты будешь драться на нем. Ну, и сколько участников? Вот в августе состоялся 10-й юбилейный гетто-файт, который был очень такой особенный, потому что это был первый профессиональный турнир, и впервые был платный вход. Вот тут вся эта история, да? Да. Ну, опять же, очень много зрителей, очень много желающих поучаствовать. И мы долго не решались, ну, не то, что не решались, просто думали делать, не делать. Очень много профессиональных боев. И, ну, вообще в Риге, в арене Рига, там, кто угодно, где угодно, их много делают. Но решились, надо сделать, надо попробовать, как минимум. Попробовали, платный вход был, он скорее не для заработка, а для того, чтобы немножко... Фильтр какой-то. Фильтр был, да. Потому что если бы пришли все желающие, которые... Много кто просто приходит, о, на гетто какая-то тусовка, пойду схожу. Бои ему не особо нравятся, и тогда... Это уже мы проходили, когда был слэмданк. Когда приходили реально ценители баскетбола, и они не могли не то, что подойти, посмотреть там площадку, они в парк зайти не могли. Да, то есть, ну, и здесь чисто для ценителей, там, символическую сумму сделали, там, 5, 7, 10 евро. То, что это был профессиональный турнир, что... в чем было принципиальное отличие? Ну, в том, что профессионалы выступали? Ну, что сняли шлема. Сняли шлема, конечно. Сняли шлема, сняли щитки. То есть, на всящее ММА было? Да, уже другой уровень бойцов был, там выступали такие, как Олег Емельянов, наш топовый тяжеловес, Рихард Бигис, Павел Баженов, Дидис Вербицкис. Это все уже достаточно серьезные спортсмены, которые дерутся уже. Они и так в основном дрались у нас на турнире, они бывали у нас, да, там по разику выступили, но они дрались по правилам любителей. А сейчас профессионалы, это то, что вот их стихия, и они хорошие бои реально показали. Ну, вы какие-то выводы из первого профессионального турнира вынесли? Ну, самый главный вывод, то, что надо повторить и не раз. Какие-то мелкие недочеты были, конечно, ну, все ушли довольными. Спортсмены были довольны гонорарами и самим турниром. Зрители были довольны зрелищем, потому что там были, ну, что скрывать, зрителям нравится кровь. Да, вот, кровь, жесткость какая-то. Этого хватило сполна. Да, там был один очень брутальный нокаут, что наш местный латвийский боец дрался со спортсменом из Калининграда и так очень жестко нокаутировал. И вот я, честно, не люблю такие нокауты. Я вообще нокауты не люблю, там, мои спортсмены, не мои. Ну, это то, что люди ждут, конечно, зрители. Да, но люди на ушах стояли. Просто им, вот, как будто им этого не хватало. Не знаю, жестокие, наверное, слишком. Дух грязенькался. Да, и плюс был супербой, там один, где ребята очень тяжелые выступали. Там на двоих они весили 400 килограмм. И это тоже достаточно зрелищно выглядело. Ну, да, там парень по прозвищу Монстру, да, по-моему? Монстру и Игорь такой, Игореха, который 230 весит. Ну, это прямо такое достижение личное, да, для человека выйти уже на бой? Да, я считаю, что, конечно. Конечно, у нас люди там за 100 чуть-чуть весят уже, там, комплексы какие-то, там, все тяжелое. А тут парень тренируется, вышел, показал. Я не считаю, что он этот бой проиграл. В этом бою вообще не могло быть проигравших. Ну, значит, вот в августе состоялся 10-й юбилейный Get of Fight, при том, что раньше вы делали по одному в год, потом стали делать два. Поэтому за 6 лет успели уже сделать 10. Да. А сейчас зимой будет 11-й, но непрофессиональный все-таки. Он будет такой полупрофи, сами-про. Ну, нет, я думаю, сделаем несколько и профбоев. А, ну, то есть он будет такой промежуток. Да, он будет серьезный. Он не будет как отбор маленький турнир, он будет серьезный. Сейчас подыскиваем место подходящее. Вот я хотел спросить, это же Get of Games на Gryzen Counts, это Open Air, так называемый. У меня есть мечта такая, не мечта, а желание сделать зимой. Это что-то русское такое. На улице поставить клетку. Да, поставить клетку. Даже не столько русское, а такое чисто геттовское. Поставить бочки с огнем, все так красиво обставить, сделать немного боев, там 10 максимум, чтобы зрителям не холодно было. Хотя, опять же, у нас зима не такая холодная, чтобы прям кто-то стоял там замерзал. Но если вот был бы мороз и снег, это было бы, наверное, очень эффектно. У нас вот это и гетто, в этом и вся фишка гетто. Вот если погода сегодня говорит, что мороз, ну, будем драться в мороз. Сколько раз нам приходилось в ливень драться. Ну, в дождь, да-да-да. Ну, это... Дравматично, опасно. Вы это воспринимаете как бонус для шоу? Сначала я очень переживал. Первый раз, когда дождь был, я просто ужас, как так? Там, ребята, пока не увидел фотографии из турнира, где вот, ну, там, профессиональные фотографы, где один бьет, там от него брызги, они там бросают. Ну, это очень эпично выглядит. И я думаю, так, нет, стоп, это скорее плюс, чем минус. Да, травматично, но у нас спорт сам по себе травматичный. Да, где-то теряется там скорость, но оно теряется у обоих спортсменов. То есть, все в равных условиях, в тех, которые нам диктует улица, как говорится. Но при этом есть какие-то ограничения, я думаю, со стороны даже, я не знаю, там, городских властей, условно говоря? Ну, то есть, вы должны там, ну, иметь какой-то предел в организации, имею в виду. Да, есть какой-то контроль, то есть, вы с кем-то должны договариваться? Федерация. А, федерация, конечно. Если вы зимой, то тоже с нефтью решается? Конечно. А кто из участников, эта география, она расширяется постепенно? Это постсоветские страны или это уже кто-то другой подключается? Не только. Ну, Литва, я знаю традиционно, да? Латвия, Литва, Эстония, это стабильно. Классика, да. Россия, Белоруссия, Украина была у нас. Вот сейчас даже на последнем турнире были. Ребята с Узбекистана есть, Молдавия. Европейцы как-то не едут. Ну, если честно, у европейцев послабее. Вот дальше Польши уже такой выбор не велик. Хотя в профессиональном спорте ведь европейцы очень… Например, кроме голландцев. Ну, во времена К1, если я не ошибаюсь. Мы говорим о смешанных. Ну да, да, да. Здесь как-то посложнее, все-таки в Европе люди помягче. Для них там выйти… Ну, у них все сложнее. Скандинавы вообще тяжело. У них недавно… Это наверное азиаты тут, наверное, но ехать сюда не очень просто… Ну да, но опять же, вот у нас узбеки, да, они все бойцы. Ну, это студенты местные. Они приезжают сюда, первое, что делают, они ищут бойцовский клуб какой-нибудь. Так, пойду туда, посмотрю, что там. Ну, это у них такой национальный… Азербайджанцы, армяне, они все приезжают. Первое, они подают документы на учебу, второе, идут искать зал. Да, поэтому у нас их хватает. А вот такой вопрос, учитывая вот эти условия с повышенным таким элементом шоу, с повышенным каким-то препятствиями, да, когда выступаешь на гетто, психологически это для спортсмена, другая среда получается? Она другая, но скорее им в плюс. То есть, если человек выходит… Я всегда говорю, вот мне про ребят спрашивают, как вы их настраиваете, как вы их мотивируете. Я говорю, зачем мне их мотивировать, если они уже пришли в зал. Вот он в зале, он тренируется, он мечтает там выступить. Ко мне приходят десятки людей, первая фраза, они говорят, я хочу на гетто выступить. Я говорю, ну, у тебя есть на это несколько лет. Я говорю, ты думаешь, ты завтра сейчас вот все, ты такой молодец. Нет, они тренируются, они психологически тоже готовятся. Прежде чем выйти на большую публику, он проведет 30-40 боев в маленьких залах, на каких-то открытых рингах, небольших чемпионатах. То есть, туда выходят уже готовые бойцы. Вот так там с улицы, мне несколько раз спрашивали там, ну, я хочу выступить. Я говорю, а ты кто? А я воин. Я говорю, мне вот недавно буквально писал человек, говорит, я воин. Я говорю, а ты выступал когда-нибудь? Ну, один раз проиграл там на стрелке, но я думаю, ну, я уверен, что в воин я могу. Я говорю, давай забудем вот всю эту лирику, я говорю, иди тренируйся просто. Меньше себе там придумывай, иди просто тренируйся, и потом посмотрим, кто воин. Пройдешь путь определенный, вопросов нет. Но то, что ты один придумал, что ты воин, ну, я не хочу рисковать твоим здоровьем. Если тебе все, я не хочу рисковать. А из каких дисциплин вообще приходят в гетто? Из самых разных? Да, в основном приходят кикбоксеры, борцы, дюдаисты. Вот сейчас выступал дюдаист, один из топовых латвийских дюдаистов, Айгар Милленберг. И он выступал по? По правилам Панкратиона. Панкратиона. Ну, не скажешь, что все все умеют, но плюс-минус понимают, что так, я борец, значит, мне надо быстрее туда, но при этом знать, как увернуться, как ударить и так далее. Но при этом, если говорить об элементах шоу, на котором во многом гетто строится, все, что происходит перед боем непосредственно, вот в мире ММА сейчас принято, взвешивания такие эмоциональные, так называемый трэш-ток, вот это все. Я знаю, что у вас лозунг «Борьба с уважением», да, «Fight with respect», кажется, и это, ну, получается, не сходится. У нас все спортсмены знают, что это одно из главных условий, чтобы никакой грязи не было. Мы все друг друга уважаем. Мне кажется, что просто в большом вот этом сейчас ММА, мы об этом просто поговорим еще попозже, там ведь тоже это все, они отдают отчет себе. То есть, в этом нет как бы неуважения, это тоже игра на публику или нет? Ну, кто как смотрит, кто как позволяет с собой разговаривать, ну, игра, ну, насколько они продадут себя на большее? Ну, потому что они знают, если будет больше шоу, больше там зрителей, больше все. Ну, насколько больше, если ты достойный, Федор Емеляненко, на него мало ходило людей, думаю, нет, у него маленькие гонорары, тоже нет, ты показывай то, что ты умеешь. Если ты хороший, достойный боец, который всех выигрывает, на тебя будут ходить и смотреть. Если ты хочешь где-то, в любом случае, даже если дело касается пиара, когда я смотрю на Фейсбуке, там молодые спортсмены уже пиарят и разговаривают, как Конор Макгрегор, ну, ты не соответствуешь. А вот Конор, он так делает, так это Конор, он еще и бьет всех, а ты же не бьешь всех. То есть, пиар и все вот этот разговор, он должен соответствовать твоему уровню, а пока ты, ну, грубо говоря, никто, ну, не начинай так разговаривать. А когда ты станешь кем-то, тебе и не придется разговаривать так. Короткий перерыв, сейчас вернемся буквально через пару минут. Продолжаем разворот, лидер движения Гетто Файт, Манвела Санжанян у нас сегодня в гостях. Говорим, собственно, о движении Гетто Файт и о турнирах, их уже 10 состоялось, 11 зимой на подходе. А по поводу помещения, кстати, заговорили, вот подыскиваете, да, получается, зимнее помещение? Заскиваем помещение, чтобы оно подходило вот под формат Гетто. Я просто помню, мы про Сленданку упомянули, они делали на рынке, когда рынок переосмыслился, стал таким немножко другим, они там делали, может быть, там сделать. Там очень такая интересная площадка. Это есть, в мыслях есть. Есть еще несколько точек и вообще много есть моментов, которые хочется исполнить, но всему свое время. А до этого зимние где проходили или еще? Никогда не было зимних. Проходили, ну, два раза в год тогда в какие, в какое время года? Летом, оба летом. Начало и конец лета. Оба летом были, да. А девушки, вообще, тема девушек всегда, ну, их интересует, они ведь тоже выступают, да? Да. У нас вот на Гетто, ну, чаще всех это из нашего клуба, девочка Валерия Соченко. Она вообще, ну, в Латвии, наверное, единственная, кто на высоком уровне выступала и сейчас продолжает выступать. Ну, сейчас поменьше, конечно, и вот она и в этом году выступала, выиграла бой досрочной эстонской спортсменки. Там тоже география такая же широкая? Тоже приезжают, условно говоря, из России? Девочек приходится искать за границей, потому что, ну, мало. Вообще по миру очень мало девочек, выступающих там в профессионалах и вообще в смешанных единоборствах. Поэтому чаще всего приходится искать за границей. С этими, с женскими боями есть какая-то тоже своя специфика? То есть это как-то сложнее? Девочкам вообще сложно, на самом деле. Я как человек такой, я с одной стороны очень жесткий, но с другой стороны я очень такой сердобольный, наверное. И там, что касается девушек, детей, вот где что-то такое, мне очень тяжело. Мне вот тяжело тренировать девочек, потому что у них психотип другой абсолютно. У них там летом зима, зимой лето там. И я вообще не считаю, что девочкам надо драться, если честно. У меня тренируется много девочек, но я всегда... Лучше художественная гимнастика, да? Ну, может, не гимнастика, но чем? Ну, занимайтесь для себя, но не бейте друг друга по голове, по телу, не надо это. Поборитесь лучше чуть-чуть. Но, тем не менее, это факт-то происходит. Глаза горят, они все хотят выступать. У девочек желание всегда намного больше себя проявить, чем у парней. А как вот, ну, ведь есть гонорары, в какой-то момент они приходят. У спортсменов это как-то... на них это сильно влияет? То есть, например, первые деньги там... Ну, я вообще противник того, чтобы молодых спортсменов, ну, совсем там, уже подсаживали на эту гонорарную тему, что вот, там, вот тебе, там, 100 евро, да? Он завтра скажет, ну, я не буду больше бесплатно драться. Зачем мне драться за медали? И будет сидеть, а ему больше и не предложат. Ну, там была какая-то акция непонятная, да? Я поэтому, когда часто с организаторами говорю, я говорю, не надо им деньги давать. Возьмите подарочную карту, ну, там, грубо говоря, с Портленд, там, в какой-нибудь бойцовский магазин, и подарите ему подарочную карту, пусть пойдет, наберет себе экипировки, но не деньги. Ну, же деньги он потратит там... На другое что-то. Да, и сам факт получения денег, он... Это портит, портит. А когда старше становится, конечно, уже, когда ребята не школьники, и им надо уже зарабатывать как-то, конечно, ну... Ну, вот именно, я хотел спросить, кто-то из этих спортсменов, они делают карьеру именно на этом, так что вот это только дело, единственное дело их? Ну, достаточно сложно это сделать в Латвии. Вообще, с профессиональным спортом достаточно сложно в Латвии. Сейчас появились организации, которые помогают спортсменам, но, опять же, это 5 человек, 7 человек, 10 человек. Но так, чтобы построить карьеру... Ну, опять же, я не сторонник профессионального спорта, если так уж опять напрямую говорить. Почему? Ну, потому что профессиональный спорт, когда парни говорят, все, я буду там боец, и все, я иду к своей мечте, ну, мне иногда кажется, что они просто фильмов пересмотрелись. То есть, у нас слишком маленькая страна, слишком маленькая аудитория, чтобы здесь развернуться настолько, чтобы ты стал интересен так, чтобы тебе платили столько, сколько тебе хватило бы для жизни, скажем так. Ну, можно расширяться, можно потом... Просто надо собрать чемодан и уехать отсюда. Ну, именно по-спортивному, я имею в виду. Не патриотичный призыв? Нет, именно по-спортивному. То есть, потом не ехать в Ирландию клумнику собирать, а надо уехать в большой зал в Америку, в Таиланд, там, в большие залы. Откуда, где тебя увидят? Здесь никто не увидит. У нас есть такие примеры? У нас есть молодые, да, примеры. Артур Горлов. Он собрал в свое время чемоданчик, даже, я бы сказал, сумку и уехал в Испанию, в Кишенко джим. И сейчас он выступал в Глори, в таких турнирах больших. Он просто в один момент, он отказался от всего кикбоксера. Это у него должен был быть бой вот сейчас с россиянином, да? Он перенесся, да, из-за травмы, кажется? Да, россиянина. И вот человек отказался, во всем отказался, в дискотеках, в друзьях, там, в общении, там. Он просто, он там никого не знал. Он приехал, его пригласили на просмотр, он им понравился, он там остался жить. Он тоже там не жил, не шиковал, да, первое время вообще тяжело было. Потом по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, он пожертвовал столько лет жизни, чтобы сейчас быть королем, скажем так. И Эдгар Скриверс, известный наш ММАшник, который сейчас выиграл первый латвиец, ну, точнее, впервые разыгрывали золотой пояс в карате, в профессиональном, и выиграл его латвиец Эдгар Скриверс. То есть, это человек, который тоже собрал свой портфель и улетел в Таиланд. Он там жил долго, там тренировался. Надо немножко себя во всем ограничить. Вот к этому было сказано, что надо уезжать из страны. Не потому, что Латвия отличная страна для всего вообще, на самом деле, но не для того, чтобы здесь уединиться и заниматься профессиональным спортом. Но в основном ребята, получается, совмещают. То есть, да, вот тот же там Дидзе Свербицкий, да, был упомянут, он из Валмера, и это ребята, которые работают. Да, он работает на хорошей работе, в телекоммуникациях, на хорошей должности. Он вообще, вот если этого человека знать, никогда в жизни не подумаешь, что он боец, причем такого высокого уровня. Он такой очень вежливый, воспитанный, хорошо разговаривает, он такой с юмором, но он спокоен. Вот вообще не боец, вот как стереотип, если бойца, Ну вот стереотипно, да, это просто. Ты думаешь, какой ты боец, да? А когда смотришь его в бои, думаешь, о господи, хорошо, что я знаю, что он боец, и я там не перебарщиваю в разговоре. Вот. Ну мы видим сейчас, что из других, вообще совершенно планет, люди приходят. Вот я Каспар Акамблова просто вспомнил, вот, пожалуйста, он выступает, третий бой, правда, уже проиграл, но бился еще и с бывшим хоккеистом. Да, с тех, конечно, на них. Как вы на такое смотрите? Почему нет? Бои это всегда были, они всегда были и будут. Да, то есть, это в мужчинах как-то, это, наверное, ну, опять же, есть те, кто воины по духу, есть, кто более интеллектуально работают, это все хорошо, но мужчина, он всегда воин, и приходит момент, когда он хочет, ну, показать свою силу. И люди, вот, профессиональный баскетболист, если сравнивать баскетболиста Камбалу и хоккеиста Рекстинша, конечно же, Камбал это баскетболист, прям такой. В той, в своем спорте, да. Рекстинша, он не играл в НХЛ, или там не играл в каких-то больших лигах, он хороший хоккеист, но он скорее уже боец, чем хоккеист. А Камбалу, он всегда будет крутым боксером. Да, и человеку с таким ростом, и с такой координацией баскетбольной ему очень сложно в боксе. Ему, тренерскому штабу было с ним очень тяжело его перестраивать. Если первый бой ему удалось выиграть, то второй уже, ну... Два, он выиграл, третий проиграл, да? У него всего шесть уже было. Он же в Америке в свое время боксировал, когда у него была дисквалификация. Ну да, да, да. Чтобы не терять форму, он боксировал, да. Да, это я помню. Да, а здесь третий бой. Он белорусы еще выиграл. Ага, ну да-да-да. И Камбала, как вам кажется, стоит продолжать? То есть, что есть у него? Этот порох. В нем пороха там хватает еще, я думаю... У него и возраст все-таки уже тоже, будем говорить, прямо. Ну, тоже такой уже. Да, но я думаю, что если Камбала захочет завтра, не знаю, заниматься на скрипке играть, ну, через полгода он сыграет. Это будет интересно. Да, он очень талантливый, на самом деле. И он такой, подходит ко всему так. А, кстати, по возрасту в Get-O-Fight диапазон такой же, вот как и в Весе, очень широкий? Или все-таки в основном молодежь? Самому старшему было 38, кто выступал, а самому младшему 9, по-моему, или 10 лет. А, то есть совсем 10? Да, да, но они выходят там по своим правилам определенным таким. Защита там, но... Опять же, для детей это очень важно. Они там мечтают выступить, и когда на отборе там их куча стоит, и ты выбираешь одного из них, и там жюри говорит, ну вот нам понравился, они стоят так... Вот там он, и он, о-о-о-о... Для них это моменты, это эмоции. Это важно. А остальные, вот члены семьи этой гетто-движения, Get-O-Games, оно ведь тоже расширяется? Вы как-то между собой, контакт какой-то есть? Ну, все началось с баскетбола, да, насколько я помню? Я знаю, что танцы есть, Get-O-Dance тоже. Очень много. А что еще сейчас есть? Футбол, он очень крутой на гетто, да. Сейчас вот как раз ребята поехали в тур по Европе, потому что, я не знаю, они сказали об этом или нет, известно или нет, но в следующем году будет в 11 странах гетто-футбол. То есть все их там... Не то чтобы попросили, но вот у них сейчас есть задача провести 11 турниров по всей Европе, и они сейчас поехали, везде налаживают контакт. То есть это все наши ребята будут организовывать? Это наши ребята, полностью Get-O-Games. А до этого в других странах такой культуры что ли не было? Просто сам тетто-футбол был. Она была, но на таком уровне. Мы еще рекламу помним, Adidas и в 90-х, где Рональдинио и другие. Чтобы понимали зрители, наши ребята постоянно ездят на международные турниры, и мне кажется, один раз только третьими стали. Остальное все первое. Сейчас вот буквально недавно в Москве, ну в России, я не помню, в Москве, по-моему, турнир проходил, тоже золото привезли. У нас очень сильный уличный футбол. Ну прям вот очень сильный. А в каких странах будет организовываться Get-Football нашими ребятами? Один стран, ты просто каким-то регионам. Я так с головы точно не скажу, но Италия там присутствует, Франция там, большие страны, конечно. Бельгия точно была. Ну и плюс там Польша. Вот все, что вот по дуге они так, я карту просто видел, как они поедут. Вот. Очень серьезно будет. Get-A-Games организовывают турниры на очень серьезном уровне. Если сравнивать, вот я же много где бываю, я приезжаю там даже на уличный футбол или баскетбол, и я понимаю, блин, да у нас очень круто. И когда они к нам приезжают, говорят, многие иностранцы, когда приезжают, они говорят, да у вас вообще спортивная столица. Они когда видят парк, гетто, где все оснащено, начиная от футбольных площадок, баскетбольных колец, мешки висят, тренажерный зал, говорят, вообще как... Потом они проезжают мимо там на бару, но эту площадку спортивную видят, они вообще как у вас... Ну хотя профессионалам, да, это так, но профессиональным многим спортсменам все-таки не хватает. Я вот просто, мы здесь же в студии очень много общаемся, легкоатлеты, например, очень нерадостно все на самом деле, очень мало площадок. Ну, с хоккеем там тоже своя специфика, то есть, вот это, наверное, уличный сегмент все-таки больше. Ну, конечно, это доступный спорт. Да, опять же, там теннисистам, конечно, нужны корты, но сколько у нас человек теннисом занимаются? Не так много. Ну, наверное, за последние годы прибавилось, на фоне успехов. Да, но я думаю, что поменьше, чем боксеров. Ну, поменьше. Да, есть массовые виды спорта, есть индивидуальные, они очень дорогие почему-то. А массовые, ну же, пошел перчатки купил, шлем купил, капу купил и иди занимайся. Нету там вариантов, даже, вот почему на улице у нас на гетто можно тренироваться, но есть люди, которые не могут себе позволить залы. У нас стоят тренажеры, мы вынесли один тренажерный зал, спасибо им за это, кстати, мы просто его полностью вынесли на улицу. и люди приходят, говорят, и что, можно бесплатно позаниматься? Ну да. И так ходят, это есть, это есть. Зачем я в зал купил абонемент? Говорю, не знаю. То есть, 8 месяцев в году можно заниматься легко вообще. В июле был, тоже хотел коротко обсудить, этот мини-скандал с плакатами на гетто-геймс, ну, с граффити. Вот тогда были вот эти рисунки, да, которые мы спорили, сексизм, центр марта. Как это все во-первых разрешилось и вообще как вы это видите? Начнем с того, что вот я, например, когда смотрю на квадрат Малевича, ну, что ты видишь, когда смотришь на квадрат Малевича? Я много чего вижу. Вот именно. То есть, каждый видит то, что он хочет видеть. Я в этом плакате ничего плохого не видел. Это часть культуры и те, кто в этом парке, они понимают, о чем идет там речь на этих плакатах. И никому в голову не проходил ни сексизм какой-то. То есть, там, организация определенная захотела там а-тя-тя сделать. Я, честно, про эту организацию не знал вообще и мало кто о ней знал. Слава Богу, что есть Гетто Геймс, который помогает людям получать определенный пиар, популярность и так далее молодым спортсменам. И оказывается, что и молодым каким-то организациям тоже помогает пропиариться. Слава Богу. А решилось все просто. Встретились руководители, пришли к какому-то выводу. Сказали, ну, окей, если вам прям так плохо, ну, там, видите что-то злое, ну, окей, Я вот именно по поводу что в этом увидеть, как бы хотел спросить мнение по поводу того, вот должно все-таки Гетто, это такая уличная культура, уличный импульс. Должен ли в этом быть такая своя, может быть, позитивная дерзость и нон-конформизм определенный? Да. Это должно присутствовать, да? Это хиппи в 70-х, рокеры в 90-х. Это такое, ну, не то, что баловство, но такое, вот именно позитивное хулиганство такое должно быть. Зато оно чистое. Да все, все-все понимают, все у всех есть мысли разные. Но просто кто-то начинает от них бегать и там скрываться под тем, что как так? А кто-то, ну, в открытую может об этом поговорить и осуждать, ну, не знаю. но при этом Гетто Геймс сотрудничает с, ну, с Реческой Думой напрямую, что часто ставят в упрек, я так понимаю, Гетто Геймс. Да. Ну, что какое-то сотрудничество с властью все-таки, какие же вы хулиганы, если здесь вот так вот. А здесь дело не в этом, невозможно провести большие мероприятия на таком уровне без дружбы с мэром города. Ну, можно с частными лицами дружить. Частные лица в Латвии. Спонсоры. Вот у меня, например, есть спонсоры, они могут привезти полтонной воды, они могут привезти там, что угодно, но финансировать никто ничего не будет. Да, в этом плане очень сложно. Если бы я мог расплачиваться водой со всеми, было бы, вау, круто. Или какими-то там вещами, креслами, батареями. Если нужно финансирование, не, можно, конечно, вернуться в 2010 год, в 2011, и дальше кидать мячики в кольца и чувствовать себя, ну, типа, зато мы тру, ребята. Но делать большие, крутые мероприятия, бесплатные для зрителей, без помощи города, ну, начнем с того, что территория, город ее отдает. Поэтому это сложно. Но каких-то, какого-то, что называется, фидбэка нет такого, что Рижская дума, например, требует. Потому что, опять же, появляются материалы, так или иначе, в которых там предполагается, что Ghetto Games используется, например, как элемент пиар той же Рижской думы. Я думаю, что вы читали наверняка об этом. Предвыборная какая-то история. Сейчас никто не откроет мир, я не знаю. Я, честно говоря, не занимаюсь какими-то, я не знаю, в цифрах, что кому что дает. Мое дело организовать мероприятия. Но если мое мнение, ну, все, что спонсируется, требует фидбэка. В любом случае. И если сегодня мне вот тыкву даст радио Болтком, я скажу спасибо радио Болтком. Я не скажу спасибо радио. Мне надо будет сказать, что это Болтком мне дал тыкву. А с отъездом Ушакова и сменой что-то изменилось в этом плане? Потому что Ушаков просто в этом смысле он сам был очень такой публичный. Он приходил не раз очень много сам фотографий. Он на самом деле я не знаю, опять же, не могу говорить там коррупции, некоррупции, деньги. Я не имею с этим дел. То есть, моя работа другая. Сколько раз я имел дело с Ушаковым какое-то, когда я его видел, общался и так далее. Он такой фанатичный ко всему относился, к спорту, к молодежи. Вот так прям ему это все нравилось. Он приходил на все открытия сезонов, на закрытия сезонов. То есть, ему это интересно было. Даже не столько, сколько, как говорят, для пиара. Он мог прийти спокойно на трибуны, сесть не на вип-трибуны, а на обычные трибуны. Без охраны, без ничего. Просто человек приходил. Но сейчас наладили связь с новым мэром? Как-то будет это? Я думаю, что любому правительству, любому мэру было бы выгодно поработать с Гетто Геймс, потому что это вся молодежь там. И нету такого, что это продукт Рижской думы или что-то такое. Это продукт. Вот есть Гетто Геймс, кто хочет с нами дружить? Давайте будем дружить. По поводу коррупции, кстати, вот часто футбол у нас страдает от этого, например, но на Гетто Геймс так с этим не связано, потому что деньги, это более такая общественная история. У нас на Гетто Геймс фанатов много. Я имею в виду, что часто букмекерские конторы, тоже своего рода коррупция, ты должен лечь во втором раунде и так далее. Таких проблем... А вы не обратили внимание, что Гетто Геймс никогда не работает со ставками ни с какими, никогда не работает с алкогольной продукцией, это те, кто дает деньги, смс-кредиты всякие, это принципы. То есть все, мы не работаем с ними. Первое, когда я начал делать свои передачи, я делал передачи, первое, кто на меня вышел, это одна букмекерская контора и сразу предложили неплохие условия. Я говорю, слушай, но я не могу рекламировать. Последний Гетто Файт Икс предложили, прямо скажу, Клондайка предложила нам, говорит, хотим с вами работать. Я говорю, мы не работаем с аппаратами, со ставками. Он говорит, у нас есть ресторан Текс Мэкс. Я говорю, вот Текс Мэкс мы можем рекламировать. Это вкусненько покушать и так далее. Но рекламировать то, что приносят беды домой, по своей глупости, не по своей глупости. Как говорят, о, сам дурак пошел играть. Да, сам дурак пошел играть, но провоцировала-то рекламка. А сейчас часто приходится слышать, полиция в частности об этом говорит, что вот как-то критически упала физическая подготовка молодых людей. Да. Они просто не могут набрать, они вынуждены снижать эти вот требования, да. В вашем, это тоже ощущается в вашем деле? Я бы не сказал. Ребята показывают. Поколение как-то все-таки что-то с ним... Те, кто тренируются, они в порядке. Я вот был как-то в школе, в прошлом, по-моему, году в одной из зеркальских школ, я приходил к ним с тренировочкой, но я человек с большим лишним весом, но они устали быстрее, чем я. И я думаю, ну, блин, ну, как так? Физкультура в школе хромает, очень серьезно. Приходят ребята, которые в 16 лет не могут кувырок сделать. Он не то, что физически не может, или голова кружится, он не понимает механику действий, что куда надо голову, куда руки, и вообще, ну, непонятное, что-то происходит, и приходится оставлять всю тренировку, учить его кувыркаться, потому что, если он еще один кувырок по-своему сделает, он сломает себе шею. И я всегда говорю, ты в какой школе учишься? Передай привет физруку. Ну, то есть, технических каких-то навыков не хватает именно? Да, но не занимается. То есть, сила есть? Ну, вообще, система образования, она такая очень устаревшая, я бы все сейчас поменял бы. Вообще, вот прямо вот по-другому бы учил бы все. А если сравнивать, например, с 90-ми, ну, это такое традиционно считается время, когда... А в 90-х делать нечего было. Нет, я имею в виду, даже не только физическая подготовка, а там считалось, что это взрыв боевых искусств, но при этом таких очень неосмысленных, да? То есть, просто кто что умеет, тот и делает. Сейчас в этом смысле прогресс, он... Сейчас в этом смысле, вот почему я говорю, что я против профессионального спорта. Не против, ну, не за профессиональный спорт. Потому что сейчас ребятам есть чем заниматься. Есть столько возможностей молодому парню, и хочешь так, хочешь работать там на радио, иди работай на радио. Иди, отучись, вот сюда надо походить, поучиться, потом вот это, и будешь работать на радио. Хочешь там это, что угодно, стартапы, возможности, фонды дают деньги, на, делай, придумай идею, вот тебе деньги, делай. Это намного проще, чем кажется, на самом деле. Многие думают, ой, это где-то, наверное, там. Нет, в Латвии это все возможно. Если посмотреть по стартапам разным, но Латвия вообще там уже улетела... Это одно, спорт это все-таки... Спорт, спорт, он от чего берется? Вот, единоборство. Чем тяжелее время, чем труднее, там, пацанам на улице, грубо говоря, тем больше спроса на боевые искусства. Кстати, Майрис Бридес, хорошая, ну, не хорошая, а немножко вопреки этой логике пример, потому что человек вообще взорвал, можно сказать, совсем не будучи там молодым, или очень сильно юным, полицейский, вот сейчас можно сказать, что... Майрис Бридес и в юности был очень сильный. Да. Он всегда был очень крутым спортсменом, очень крутым бойцом. Но он не был, он, скажем, был на другом все-таки... А его подводили к этому уровню, как и любого боксера. То есть, это все логично. конечно, конечно, так быстро никто не взглядит, вот эта там американская мечта, что там, как про Конора говорят, вот он работал сантехником, ну да, и стал чемпионом UFC. Ну, что за бред? Ну, у нас тоже парни, да, там они тренируются, и кто-то где-то в охране работает, там в ночном клубе. Но нельзя же сказать, он 10 лет тренируется. Бридес тоже работал в охране. Нельзя же сказать, вот он был охранником, и ни с того, ни с сего он стал там чемпионом UFC. Он тренировался, он в первую очередь всегда был спортсменом. И Конор Макгрегор, он тоже в первую очередь всегда был спортсменом. Ну, поработал где-то сантехником, чтобы там подзаработать. Но для красивой легенды, сопоставляя так, что он с этим ключом крутил кран и потом думает, а бросил его и пошел в клетку. Но вообще вот этот взрыв ММА, я не знаю, сколько, ну вот сколько-то лет он уже происходит, это, наверное, боевой такой вид номер один. Позитивное вообще влияние? То есть пришло к такому исконному какому-то виду, человек вообще без ничего, абсолютно просто дерется, как хочет и так далее. Есть свои минусы, конечно, это жестокость, которая появляется у молодежи, да, то есть, но опять же все зависит от тренеров. Если тренер может не только научить бить, но и донести до того, что вот я тебя научил приемом, вот здесь ты их показывай, в школе не надо показывать нам слабых. Везде нужна психология и идеология. Если ее нету, это обычный мордобой, поэтому есть минусы, есть плюсы. ММА привнес то самое шоу, вот он довел его до какого-то уже невероятного уровня, потому что там и самому бою предшествует шоу, и сам бой это шоу, и после него, как мы видим, ну да, но хотелось бы, чтобы все было более по-доброму и позитивно. Хорошо, спасибо большое. Тогда еще раз приглашаем всех на Get to Fight. 27 октября отбор и зимой, пока неизвестно где и пока неизвестно когда, но он будет, да, и может быть даже в какой-то момент с бочками и зимой на улице. Обязательно я это когда-нибудь сделаю. Спасибо большое. Манвел и Санжанямбл у нас сегодня в гостях. Всего доброго. Всем спасибо.